Ученые рассказали о последствиях извержения супервулкана для Земли. Всем привет! С вами Фенимор. Специалисты изучили последствия взрывного извержения супервулкана Лос-Чакойес в районе Гватемальского Нагорьи, которое произошло 75 тысяч лет назад. Сегодня на его месте находится гигантская кальдера Атитлан, превратившаяся в озеро, высота которой составляет 1563 метра над уровнем моря. Вокруг кальдеры расположены три конусообразных вулкана Атитлан, Талиман и Сан-Педро. После анализа отложений в геологических слоях, образовавшегося после извержения, выяснилось, что в результате катастрофы было выброшено большое количество серы, хлора и брома. Затем в тропиках произошло нарушение квазидвухлетних колебаний направления ветра в стратосфере, продлившиеся 10 лет. Нарушения ветровой системы стали результатом нагрева воздуха из-за аэрозолей и охлаждающего эффекта, вызванного истощением озонового слоя после извержения. На данный момент известно о 20 супервулканах на планете. Один из самых известных – кальдера Йеллоустоун в США. 1 января 2021 года проснулся вулкан на территории Сен-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тысяч человек. Вулканическая активность там наблюдалась с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана – Су-Фриер – произошло в 1902 году и унесло жизни более тысячи человек. В результате извержения вулкана Ключевской на Камчатке, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Поселок Козыревск, усть Камчатского муниципального района засыпало пеплом. Выброс пепла вулкана произошел вечером, в понедельник, 18 января. 18 января вулкан Этна на острове Сицилия выбросил фонтан раскаленной лавы. Вулкан выбросил огромный столб пепла высотой в 4 километра. Отмечается, что извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками. 27 января в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Лава разлилась на 1500 метров вниз по склону. 5 февраля 2021 сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение в море рядом с Курильскими островами. По данным сейсмостанции Южный Сахалинск, магнитуда землетрясений составила 4,9 балла. Эпицентр находился в 77 км к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Кроме того, 5 февраля был зарегистрирован выброс столба пепла на вулкане Эбекка, остров Парамушир. Шлейф пепла растянулся от вулкана на 5 км в северо-восточном направлении. Извержение вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала, столице Центрально-Американской республики, началось в воскресенье 14 февраля. Потоки лавы достигали до 1,3 км в длину, а над вулканом был виден столб пепла, который рассеивался на расстояние около 5 км. Также сообщалось, что одна из лавовых рек длиною 1,3 км двигалась в направлении ущелья Эш. Последнее извержение вулкана Фуэго произошло 3 июля 2018 года. Тогда в регионе погибли 200 человек. Вулкан Пик Сарачева проснулся на Курильском острове Матуа в понедельник 15 февраля. 16 февраля вулкан Этна на острове Сицилия. Высота выбросов пепла превышает 1 км. Пепел поднялся на высоту более 1 км и образовал большое облако. Части породы обрушились на здания четырех деревень. Данных о пострадавших нет. 24 февраля усилилось извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана Камчатки. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливались два лавовых потока протяженностью около 1 км. Над потоками наблюдалась сильная парогазовая активность. Лавовые потоки заставили подтаивать поверхность ледника Эрмана. 25 февраля вулкан Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту полтора километра над вершиной кратера. Прошлый раз Синабунг извергался в 2016 году, в результате чего погибло 9 человек. Данный вулкан является действующим, его высота составляет 2460 метров над уровнем моря. И снова активность проявил в пятницу, 26 февраля, вулкан Эбекка на острове Парамушир. Он выбросил столб пепла. Вулканологи зафиксировали высоту выброса в 2,5 километра. Шлейф от вулкана растянулся на 3 километра в юго-восточном направлении. Эбекка является действующим вулканом на острове Парамушир. Его высота 1156 метров. Это один из самых активных вулканов Курил. В Индонезии на 3 марта продолжалось извержение вулкана Синабунг. Выбросы пепла и дыма составляли 5 километров. Извержение длилось несколько недель. В соседних поселках улицы были засыпаны толстым слоем пепла. 3 марта активность вулкана Пакайя в Гватемале увеличилась. Выбросы лавы и вулканического материала достигали 800 метров в высоту. Это привело к падению пепла в основном населенных пунктах Сан-Франциско-де-Салес, Эль-Седро, Кальдерас, Эль-Патросиньо, Эль-Радео и Лос-Хасминес. Эруптивный столб над жерлом вулкана достигает высоты 5,5 километров. 4 марта в Камчатском крае зафиксировали выброс вулканических бомб. Затвердевшие части лавы обнаружила группа ученых. Размер вулканических бомб составлял от 30 до 50 сантиметров. Из кратера продолжает изливаться лавовый поток длиной 1,2 километра. Магма спускается к леднику Эрмана. 9 марта побочный прорыв вулкана Ключевской. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне вулкана на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоял из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Высота шлакового конуса у истока прорыва достигала почти 60 метров. Диаметр основания – 101 метр. Продолжалось излияние лавового потока и разлет вулканических бомб. Ключевской вулкан является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он располагается в 360 километров от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 километров от него находятся поселки Козырёвск и Ключи. Утром 14 марта на вулкане Эбека произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 километров. Шлейф распространился в северном направлении на расстоянии до 5 километров. Вулкан Ниирагонга – один из самых опасных вулканов планеты, готов к извержению. Информация на 15 марта – вулкан наполнился магмой. Ниирагонга расположен в африканских горах Верунга на приграничной с Руандой территории Конго. Главная особенность вулкана – очень жидкая текучая лава, скорость потока такой лавы может достигать 100 километров в час. Ученые считают, вулкан самым опасным на Земле. Но на всем протяжении своей жизни вулкан очень активен. С 1882 года зафиксировано 34 извержения. В 1977 году погибло несколько сотен человек. Диаметр вулканического кратера – 2 километра, а его глубина – 250 метров. Рядом расположен город Гома. В 2002 году в результате извержения 250 жителей Гомы погибли, 120 тысяч остались без крова. Вулканическая активность схожа с 1977 и 2002 годом. Достаточно умеренные силы землетрясения и небольшие трещины, и потоки раскаленной лавы хлынут вниз. Ледник Эрмана может обвалиться из-за извержения вулкана Ключевской. Об этом в понедельник 15 марта сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. По словам спасателей, по леднику продвигается лава и уходит под его толщу. Это может спровоцировать его обвал. Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовать трещины в леднике на глубине. Невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву. 19 марта в Исландии впервые за 6 тысяч лет проснулся вулкан Фагра Дальсфиаль. Из кратера вулкана шел дым, а по склону в разных направлениях стекали потоки лавы. Проснувшийся древний вулкан не проявлял активности уже 6 тысяч лет. Это первое извержение на полуострове Рейкьянис. За 781 год. Извержение происходит в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика. Фонтаны лавы достигали высоты 100 метров. Выбросов пепла не произошло. 24 марта началось извержение вулкана Этна из кратера на юго-восточном склоне. Оно сопровождалось выбросом пепла и потоками лавы. 29 марта продолжалось извержение вулкана Фагра Дальсфиаль, расположенного на полуострове Рейкьянис, начавшегося после серии землетрясений. На склоне образовалась трещина около 500 метров, из которой вытекала лава. Лавовые потоки разлились на 1 километр. Небо окрасилось в красный цвет, опасность для жителей представляют ядовитые газы. Во вторник 30 марта вулкан Мерапи, расположенный на индонезийском острове Ява, выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении. При этом, за несколько часов до выбросов вулканического облака специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы. Раскаленная магма растеклась на расстоянии 1000 метров. Кроме того, за этот промежуток времени в районе произошло порядка 50 небольших землетрясений. На Камчатке вулкан Крымский, располагающийся в восточном вулканическом поясе, 4 апреля выбросил столб пепла на высоту 8,5 километров. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии 255 километров. На пути его распространения населенных пунктов нет. Вулкан Крымский является одним из самых активных на Камчатке. Его высота составляет 1486 метров. Он расположен в 115 километров от Петропавловска-Камчатского. 9 апреля проснулся вулкан Суфриер. Жители Сен-Винсента и Гренадин эвакуировали. На территории основного государства в Карибском море проживает 118 тысяч человек. Сильные вулканические активности там не фиксировали с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году. Тогда погибли больше тысячи человек. 10 апреля пепловый выброс произошел на вулкане Ибекка, расположенном на Курилах. Столб пепла достиг высоты 3 километров. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 километров. Вулкан Ибекка высотой 1156 метров расположен в 7 километров от севера Курильска, в северной части хребта Вернанского. На 12 апреля из-за извержения вулкана Суфриер над территорией Сен-Винсента и Гренадин дома на острове обрушились из-за веса пепла. Дымы шлейфа вулканического пепла движутся через атмосферу. Из-за ветра пепел вулкана Суфриер достиг территории острова соседнего Барбадоса. Извержение вулкана началось утром в пятницу, 9 апреля. Он выбросил столб пепла на 10 километров. Вулкан Ибекка на острове Парамушир в пятницу 23 апреля вновь проявил активность, выбросив столб пепла высотой 2 километра. Шлейф пепла растянулся от вулкана в юго-западном направлении на 3 километра. Ибекка – один из самых активных вулканов Курильских островов. В Индонезии проснулся вулкан Синабунг. Вулкан выбросил столб пепла на высоту более 4 километров. Синабунг спал около 400 лет, до извержения в 2010 году. Вулкан Ибекка на Курильских островах проявил активность 12 мая. Высота выброса пепла составила 2,5 километра, а шлейф пепла растянулся в южном направлении на 5 километров. Пеплопад не наблюдался. А 11 мая Ибекка выбросил столб пепла высотой 1,5 километра. Действующий вулкан расположен на острове Парамушир. Его высота составляет 1156 метров. По данным сейсмологов, 12 мая в море рядом с Курильскими островами была зафиксирована активность земной коры. Магнитуда землетрясений составила 3,6 балла. Эпицентр находился рядом с островом Парамушир на глубине 20 километров. Вулкан Ибекка на Курильских островах вновь выбросил пепел. На этот раз высота выброса достигла 3,2 километра. 22 мая вновь началось извержение вулкана Нейрагонга, находящегося на территории Демократической Республики Конго на границе с Руандой. Вспышки света из кратера вулкана были заметны из руандийского города Рубава и конголесского Гома. В городе чувствовался запах серы. Вулкан Нейрагонга находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров. На 23 мая в горе Нейрагонга образовалась трещина, откуда просочилась лава. Вулканическая масса достигла аэропорта. 24 мая вулканы Бекка на Курильских островах вновь проявил активность и выбросил стол пепла на высоту 3 километра. По данным вулканологов, шлейф пепла растянулся на 5 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В северокурильске пеплопад не наблюдался. Также в этот день сейсмологи станции Южно-Сахалинск зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7 балла в Охотском море, очаг находился на глубине 51 километр. На 25 мая число жертв извержения вулкана в Демократической Республике Конго выросло до 32. Часть людей отравилась ядовитым газом, остывающей лавой. Сотни людей, в том числе дети, числятся пропавшими без вести. Сильнее всего от извержения пострадал город Гома, разрушены сотни домов и храм. Повреждена междугородняя трасса. Напомню, извержение вулкана Ньюрагонга началось 22 мая. На Курильском острове Парамушир вулкан Эбекка выбросил столб пепла на высоту 4 километра. Шлейф растянулся на 5 километров в северо-восточном направлении. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Вулкан Рикон-де-Ле-Вьеха на северо-западе Коста-Рики начал извергаться в понедельник 28 июня. Вулкан выбросил столб пепла высотой в 2 километра. Данных о разрушениях или пострадавших нет. Вулкан Рикон-де-Ле-Вьеха является одним из крупнейших на территории республики. В прошлый раз активность вулкана фиксировалась в 2017 году. На Филиппинах активизировался вулкан Тааль. Власти эвакуировали 14 тысяч человек в более безопасный район. Сейсмологи предупредили об угрозе повторного извержения. Тааль – самый маленький из действующих вулканов. Однако филиппинцам приходится постоянно быть на страже. В январе из-за выброса пепла эвакуировали 100 тысяч человек. 12 июля из кратера вулкана Крымского на Камчатке произошел пепловый выброс. Высота столба превысила 1 километр. Пепловый шлейф тянется на 36 километров к северо-востоку от вулкана. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok